Музыка Непривычно видеть такую погоду после Питера Вижу закат, солнце, но не морозно, потому что в Питере солнце только мороз сейчас Видел муху сегодня И это была приятная встреча Редкая история Вспоминается муха, которая была жестоко обманута на даче На днях, может неделю назад, поехали на дачу И отогрели какую-то муху в доме Но ей суждено было скоро снова уснуть Потому что буквально пару часов А она думала, что весна Еще любопытно наблюдать, как болгары одеваются при такой температуре То есть как они планируют день, что ли Кто-то... Короче, от футболок до курток О чем речь Кто-то комбинирует какую-нибудь теплую жилетку Такую... Ну вот она, осенняя жилетка, как куртка С пухом, пуховая Но это безрукавка Руки голые, но как бы тепло Такая интересная мода здесь Вы уже поняли, что я купил чайник И поняли, что мы куда-то поехали Чайник вот прекрасно вписывается в интерьер Такой фиолетовый Был белый, но я, конечно, люблю фиолетовый цвет И белый, просто белый было бы... Как-то скучно и унылый Как будто это белый потолок Который тоже скучный и унылый Я вообще удивляюсь, почему все вот прям Все как один при текучем вообще отсутствии Скажем так, каких-то... Ну, сейчас уже все одеваются как хотят там И вообще правил нет ни в чем По большому счету Кроме УК И почему по-прежнему белые потолки у всех? Почему даже самые там ультрамодные, хайповые, всякие Отвязные там люди У них по-прежнему белые потолки Да, красный потолок, может, еще рано Но желтый, кремовый, голубой, там, небесный И всякое такое Почему еще никто не хайпует по этой теме? Ну, это, мне кажется, было бы круто И пока только всякие делают рельефные потолки Там еще что-то Ну, мне кажется Какое-нибудь вместо белого Какое-нибудь там Яичное И было бы уже круто Ну, ладно Это Не по теме, а по теме Как я уже говорил Вроде особых приключений И нету по дороге Но вот так, когда начинаешь рассказывать Вроде и есть что рассказать Потому что Немножко удивительные события В общем И такие всякие подробности Подробности пути Расклад какой был Я из Бургаса не знал, как поехать Я уже сказал То ли дотянуть до Греции То ли до Какого-нибудь городка По дороге И там в гостинице остановиться В итоге Не доезжая 30 километров До некого Димитровграда Который есть, кстати И в России И я там не был И в О, еще в какой-то стране Типа Какой-то Какой-то Балканской, что ли Стране Тоже есть Димитровград Вот Ничего удивительного Потому что Есть имя Димитр И может быть Димитровград И в общем Не доезжая в этот город Я смотрел на часы В общем В 7 вечера Надо было Принять решение То ли мы едем на границу То ли мы Где-то останавливаемся В гостинице И Четыре аж Причины Почему я хотел Задержаться В Димитровграде Первое Да, я скоро Подстригу ногти И Даже вот Мы перед отъездом У меня реально Не было времени Заморочиться С ногтями И у меня Специально Ножнички Для ногтей У меня естественно Одни здесь Другие Типа дома Там Где Где я в России живу Почему Догадайтесь Потому что Если я возьму Ножнички В багаж Ой Забуду положить В багаж В чемодан Я редко езжу Прям с чемодана Обычно Ручную кладь Только-то у меня Их отберут И так уже случилось И я Ножнички Когда вез Свои любимые Прям крутые Там И типа дорогие На самом деле Реплика Какая-то Кайзер Но они прикольные были Они мне нравились Мне сказали Выкинуть В урну Показали на урну Но Если я выкину Свои нужницы В урны То я немножко Как бы Сойду с ума Потому что Я сам По собственной воле Как бы И сам вижу Как я выбрасываю Вещь Которая мне нравится То есть После этого Я бы мог Там может Кого-то убить Там или еще То есть Какие-то уже У меня бы Началась бы Шизофрения Или что там И я поэтому Ножницы Публично Подарил Этому человеку Потому что Подарок Делать приятно И ты от этого Не сходишь с ума И он Прям весь Чуть ли от меня Не убегал Этот сотрудник А я улыбнулся И сказал I make you a present Can I make a present For you Ему протяну И он стал Весь отворачиваться Там зажмуриваться И я ножницы Хотя они были В упаковке И я их положил Как бы Раз он не хочет брать Он No, no, no Типа Я ему положил Рядышком с ним И так он Как бы И сделал ему подарок Мне было приятно А он ножницы Тут же Я краем глаза Видел Что он их так Схватил И Бросил В ведро Что ни в коем случае Он их Как-то Он их трогал Там меньше секунды Так Поэтому Пам парарам Четыре причины Первая Это Я уже забыл Какая Вторая Это То что я Немножко соскучился Все-таки По Болгарии Как оказалось Не хотелось Так сразу уезжать Третье Что 19 часов Это не то время Чтобы ехать Дальше на границу Потому что Если бы мы приехали В 9 вечера То Там Ну как бы Есть фишка Приехать на границу Ночью Вот если бы Уже было 11 вечера Меня бы Возбуждало Приехать к часу ночи Ее быстро пролететь И быть уже в Греции Но в 9 вечера Фишка это не работает Так что Маза не было И мы Это третья причина Четвертая А То что я предположил Что Димитровграде Должны быть Недорогие гостиницы Потому что Это как бы Такая Ну как Провинция Что ли И гостиницы Скорее всего есть Но Они недорогие А Если приехать в Грецию Там непонятно что Какие там города Сколько там стоит Вообще Гостиница И вот Мы В общем Я стал искать гостиницу В Димитровграде Но и не доезжая Димитровград Мы заехали В один любопытный Мотель И я там Стал снимать видео Сейчас его увидите Так На тему Русофобии В Болгарии Человек мне сейчас сказал Россия Украина И показал на дверь Давайте Посмотрим Что он на камеру скажет А он дверь закрыл Короче Ну вот этот отель Мотель Куда не удалось зайти Чувак на рецепте Но Уже по русски я начал говорить Он так в лице поменялся Потом Я попросил комнату Показать Он такой как на взводе Немного был Вот Потом я Хотел воду Проверить Горячая Есть или нет И вот Когда я Открыл воду Он Что-то его Прорвало Он сказал Что Хер ли я Мол Лезу И Скал Почему-то в конце Вдруг Скал Россия Украина И показал На Дверь Ну вот На тему русофобии В Болгарии Короче Меня больше всего Позабавил Что почему-то Что Почему про Украину Скал А видимо Потому что неизвестно Откуда я Но Хоть с Россией Хоть с Украиной Не подходим Ну ладно Все пока Что-то я сейчас Угорнул Еще Вы заметили Что там В отеле В так называемом Ни одно окно Не горело Короче Он один Там сидит И ненавидит Братьев Славян Короче говоря Мы поехали В сам Димитровград Это такой городок Любопытный Он Там есть Ну вот Когда по головной улице Едешь Там такие Сталинские постройки Он вообще не отличается В целом от России Тоже От какого-нибудь Небольшого города Со сталинскими домами Там такие Эти Балкончики Всякие Ну реально Наши сталинки Вот А потом мы приехали В другой райончик Я в Мэпсми То есть интернета У меня по-прежнему нет Здесь в Болгарии Я в оффлайне Мэпсми Забил Там гостиницу В какую-то приехал Там оказалось Сразу две гостиницы Они тоже были Обе они необычные Вторая Я туда пришел Во-первых Там Накурино В этом Похоже на бывшую Советскую Первая Если в отеле Он был новый То вот эти Вторая Третья А мы сейчас В третьей Сразу скажу Это бывшие Такие как будто Советские гостиницы Какие-то Или здания В общем Во второй Я пришел в вестибюль Никого нет Накурино Потом пришел дед В такой В дачной одежде Который больше Похож на охранника Дачника Чем на человека Который на ресепшене Должен Сидеть В общем он Тут же рядом Третья гостиница Я поперся туда И вот мы в ней И здесь Во-первых Угарно Как и здесь В Болгарии Еще Общаться с людьми То есть я Помолчаю Например Первой гостинице Я базарил По-русски Болгары Я неплохо Как бы Вообще любой человек Кто по-русски Говорит И я еще Выложу ролик Где Я по-русски Говорю с болгарином Который отвечает По-болгарски Реально Здесь это Практикуется Если надо Начинаешь Аккуратно Говорить по-русски Если человек Более Согласен Как бы Более-менее Понимает Он по-болгарски Все без слов Это понимают Общение происходит В принципе Интуитивно Так Жестикулируя Вы понимаете О чем идет речь И Блин Надо заканчивать И если В первой Гостинице Мы говорили Болгарско-русски Во второй Тоже С дедом То в третьей Она предложила Английский язык И хотя Англия Известные Вообще Враги Славян И всего мира И я теперь Понимаю Кстати Я раньше не понимал Почему французы Я когда ездил Во Францию Я думал Какие французы Неотесанные Челы Короче Английский Не признают Говорить не умеют Ла-ла-ла А это Французы Неотесанные А у них С англичанами Старые счеты Просто Они же там соседи Они уже Такого Блин Друг на друга Как бы То есть У французов Просто Для них английский язык Не международный А язык Врагов Блин И вредителей Рядом Я бы сам Наверное не хотел Британию Под боком Потому что Они же такие Амбициозные Там и ла-ла-ла И Так сказать От них хорошего не жди И продуманный И Всякое такое Поэтому Французы По-английски Не говорят И в принципе Могло быть Мировым заговором Не говорить По-английски Так бойкотировать Всех этих Как сказать Настоящих Агрессоров Вот Но Она по-английски Заговорила И вся такая И мы по-английски На все решили И вот мы Гостиница Сейчас я вам ее покажу А на этом Наверное все Гостиница реально Необычная Тоже бывшая Советская Здесь такие витражи Сейчас покажу Вот смотрите Такие витражи Вот Во-первых Здесь балка Выше такая огромная Под потолком Вот витраж Вот такой От пола До потолка Ну и тут Как бы Две комнаты Вот Такая Телек Конечно Шикарный Старый И вот такой вариант Здесь еще Не загажено Поэтому я могу вам Прям Полноценно Показать Вот такая История В Димитровграде Стоит Тысяча А нет 62 На 36 Умножайте Больше 2000 рублей Так Потом Два туалета Зачем-то И у меня больше всего Вот здесь Вот это Как это называется Биде В общем Сто лет не видел Биде Или никогда не видел Только в кино И вот у меня есть Теперь Биде На этом мы закончим Все Спасибо Сам это угар Спасибо Гостиница называется Славяне И я угарнул Вот бы первая гостиница Называлась Славяне Где меня не пустили Это было бы вообще Супер Этот Супер смешно А здесь Славян Пускают Все Здесь еще Смотрите Не только Рамы Авторские Но и Жалюзи То какие Каждая Жалюзя Длиннее Предыдущей Тоже Было непросто Скорее всего Потом еще Такая особенность Гостиницы Вот здесь Громкость Не регулируется Душа Ручка Только Просто наверх Поднимается И все И теплая водичка идет Еще в этой гостинице Вот такие необычные Черные розетки Еще Супер Особенность Этого отеля Это вот эта Стена В виде креста Заценить Еще такой Трехмерный вариант Чувствуете Геометрию Утро В болгарском Димитровграде Как-то так Давайте в другую сторону Что-нибудь поменяется Тоже дождь Если честно После истории С гостиницей Стал Заглядываться Уже на болгар Друг Типа Многие здесь Россиян Недолюбливают Просто не говорят Тут откровенный Оказался Такой смелый А остальные Так Вот Ну что Похоже Распогодилось Как синоптики Обещали Прошло Пара часов Голубое Небо Ну и сегодня Плюс 16 Опять Обещают Забыл Сказать Вчера Встретились Такой Во-первых Вчера Проехали Порядка 200 Километров От Бургаса До вот этого Димитровграда И второе Столкнулись Ну вспомнили Такую Европейскую Фишку Что Все рано Закрывается Здесь В Димитровграде То Что-то В 7 Что-то В 8 А мы В 9 Пошли В магазин И Едва Нашли Где Купить Шоколадку Например Шумный Шумный Автомобиль Едва Нашли Где Купить Шоколадку И Едва Нашли Магазин Где Еще По карте Можно Заплатить Потому Что На удивление Наличка Зацените Холл Гостиницы Еще Напоследок Гостиницы Проверяли Номер После Нас Вдруг Мы Телизер Украли Ну и Вот Гостиница Снаружи Тачка Гостиница Согласитесь Интересное Решение С витражами Я считаю И Вот эти Окна Тоже Очень Интересные Ну и Вот Наш Уникальный Номер Снаружи Он Оказался Особенным С таким Витражом Он Стоил 62 Лево На 36 Нажатие Или Леет Что там У них Возможно И Куртожат Блин Обещал Что не буду Снимать Все подряд Но Блин Это Как бы Болгарская Еда Вот Она Вот Такая Типа Голубцы Видимо Такой Густой Суп Скорее Все Что не С картофелем Они Картофель Любят И Такой Хлебушек Свежий Вкусный Вы Кстати Еще Заметили Что я Побрился Наконец Появилась Возможность Но Сейчас Была Забавная История И Мини Приключения От Другой Страны Сейчас Конечно Глобализация Все Кругом Путешествуют Интернет И Уже Не так Остро Это Будет Звучать Я Забыл Что Болгары Когда Отрицают Они Кивают Они Когда Отрицают Так Утвердительно Кивают Мы Хотели Покушать Зашли В кафе Я не хотел Менять Бабки До границы 100 километров Еще Бензин Есть Все Есть Хотел По карте Покушать У бармена Спрашиваю Есть ли Эти Можно ли Карты Оплатить Показываю Карту Ему Он Так Кивает Мол Да Да Мы Поели На 540 Рублей Пришла Официантка Типа Я говорю По карте Мол Он Так Карты Типа Нельзя Я говорю Как Пошли К бармену Говорю Можно Карты И он Опять Так же Утвердительно Кивает Я и показываю Ну так Вот же Можно А потом Блин Точно Это Значит Нет Она Нет И сюда Нет Идем В банкомат Необычный Банкомат Первый раз Таким Встречаюсь В Болгарии И вообще В мире Что Короче Что Сначала Выбираешь Карту Вставляешь Выбираешь Операции Там Скажем Вот я Хочу Деньги Снять И только В самом Конце Когда пора Снимать Деньги Вы все Выяснили Вводишь Пин-код И вторая Фишка Это Вот здесь Видите Моля При Вреждена Пин Моля При Крите Моля Короче Это У нас Как мольба А у них Это пожалуйста Я вам надоел Наверное Уже С этой гостиницей Но уж больно Здесь она Харизматична Смотрите Какой выезд Угарный Вот я Со стоянки Еду По такой Дорожке Которая Как бы Пересекает Вот проход Пешеходный Вот человек Проходит В гостиницу Типа Для разгрузки И вот здесь Ступеньки А у меня При этом Вот выезд В конце Блин Интересное решение Идеальное Для Разгрузки Чемоданов Но странное Для В плане Судьбы Пешеходов Еще одна Комедия Мини-комедия Это По-болгарски Нет Это Неама Ну если Чего-то Нет Короче говоря И сразу Два момента Пришли на заправку Хотели Мороженое Купить У них В общем Такая особенность Что в Турции Что В Болгарии Типа Что зимой холодно И мороженое Никому не нужно Поэтому оно не продается Это первая фишка Ну и вторая Из этого вытекла Пришли на заправку Эти две Продавщицы Типа Хотим мороженого Они такие Няма Сначала одна Сказала Потом Мляка С шоколадом Молоко С шоколадом Решали Решали Хотим Два мляка С шоколадом Говорю Они уже вдвоем Вторая вышла Такие Няма Няма Мляка Так Смешно Почему-то Вам смешно? Едем в Грецию Кетра в сто Осталось На границе Вообще Не видел ни разу Греческих номеров Ни Вот здесь Болгарии Ни Легковушек Ни фур Что-то Грехам не особо Интересно Болгарская сторона Вот турецкий номер Ой И вот Сейчас проехал Навстречу Турецких Их уже два Их уже два Видел На сегодня Хотя Тут Турция Дальше Даже Блин Забыл Дома В России Регистратор И Супер Супер Блин Реально Потерял Классный Сюжет Классный Ролик Потому что Пост Болгарский Пост Полиции А я Немножко Задумался И Разогнался Если честно Знаете Такое бывает Что-то Местные Это знают Все этот пост И притормаживают Я километров На 90 Может К нему пришел Хотя Не Не это В принципе Не так много Там вроде Ну там Может стояли знаки Снизить скорость Короче Скорее всего Превысил Но когда я подъехал Полицейский Увидел Этот Видимо Номера Или не знаю Что он увидел Он стал махать Что Хрен с тобой Проезжай И проезжай И проезжай Как бы сразу Вот И Не знаю Жаль Ну может Он Дело не в номерах Конечно Что Передумал По каким-то причинам Или не знаю Но Какая еще Может быть Причина Блин Жаль Что не заснял На этот На регистратор Вот так И за Все это время Брал его И снимал И ничего Такого не было А Сейчас Такой Показательный Случай На 10 секунд И нету Сорян Приехали В очередной Болгарский Город Я невольно Говорю Абхазию Чем-то Напоминает Так и есть Такой Разруха Тоже Такая Вот Купите Этот дом В Болгарии Дороги Тоже Такие В заплаточках Между тем Мы уже Совсем Под носом У Греции Поэтому Здесь Такая Проходимость Стоят Засады Прям Как у нас Или в Беларуси У нас Сейчас потише Стали Эти засады Устраивать Здесь Прям вообще Ландайк И Болгары Предупреждают По полной Предупреждают По полной Вот Въехали в Грецию И как это было После Грузии Армения Неописуемые виды Так и здесь Казалось бы Ну что такое Формальная граница Но Реально Как-то стало Сразу Более удивительные Пейзажи Ну через полугрязное Окно Конечно тяжело Узреть Но Тут просто Шикарный Пейзаж Шикарный Закат Дорога Красивая Сама по себе Заехали мы В Грецию Да Но Заехали С одним Таким нюансом Мне печать В паспорт Не поставили И сейчас я Объясню Почему И расскажу Куда поставили Дело в том Что в этом году Мы были на Кипре Я был на турецком Кипре И если вы не в курсе То Кипр разделен На две части На греческую Турецкую Турецкая считается Оккупантом Как бы Греческой По аналогии Скажем Дело в том Что Греческий Кипр Не зря называется Греческим Как бы Там греки Киприоты Они естественно Связаны Просто с Греками Из Греции И Как я уже сказал Из-за того Что мы Блин Как бы вам объяснить То Вот Вы когда едете В Абхазию Из Сочи Вы стараетесь Штамп не ставить Абхазский Его все ставят На вкладыш Почему Потому что Если вы потом Соберетесь в Грузию То с абхазским Штампом Вас туда не пустят Грузии Более того Вас обвинят Что вы нарушили Государственную границу И Въехали в Грузию Без их Как бы Разрешения Потому что Абхазия Значит Грузины Считают Что Абхазия Это их часть А Как бы Россия Признает Что Абхазия Сама по себе Также Из Турк С Кипром Греция И весь мир Как бы Не признает Что Есть Северный Южный Кипр И Северный Кипр Считается Непризнанной Республикой Кроме Ее признала Только сама Турция Соответственно Я когда Въезжал На Кипр На машине Мне Поставили Все таки Я читаю Вкладыш Забыл им дать И они Меня шмальнули Штамп В паспорт Еще и Злоразцевали Немного Вот этот Уникальный Штамп Его все боятся Паспорт Его не ставят Вот КТС ККТС Вот эти Едва Пропечатанные Символы Это Ой Туркиш Кипрус В конце В общем Я уже не помню Как расшифровывается В общем Когда греки Увидели Что Этот Штамп То они Сказали Что Они Меня Могли Вообще Не пустить Короче говоря Но греки Гуманистическая Европа И вообще Душки Они просто сказали Что они не считают Это за документ Этот паспорт Что он испорчен Штампом Несуществующей Страны И мне Вот в такую Бумажку Значит Поставили Штамп На въезде И я Снимаю это видео Как бы Позже Событий Мы уже Из Греции Выехали И Вот Штамп О выезде Я вот эту Бумажку Просто хранил И буду Скорее всего Хранить Пока я был В Греции Остальные Страны Европы Этот Штамп Турецкого Кипра Мало Трогает Но Если я буду Подаваться На следующий Шенген В Финляндию То Мне бы лучше Это самое Паспорт Сменить Теперь Короче Да Вы правильно Поняли Когда Я в этом году Был На Кипре Выезжал Через непризнанный Турецкий Кипр И лоханулся Что Не дал им Вкладыш Отдал паспорт Они мне Штампанули Поставили штамп Который Все Туристы Боятся И избегают Из-за которого Возможно Тяжело Получить Потом Шенген Для Греции Вопрос Кипрско-турецкой Этой границы Вопрос Принципиальный Поэтому Они Могли Вообще Меня Как-нибудь Наказать Но Они Просто Поставили Штамп Бумажку А не в паспорт Тем самым Подчеркнули Что Они Еще раз Подчеркнули Что Они не признают Северный Кипр Как Турецкий Ну а по поводу Следующего Шенгена Из-за этого Штампа Неизвестно Возможно Я не паспорт Буду менять А просто Шенген Не буду делать Раз есть опасность Что мне его Не дадут Из-за такой Ерунды Вообще Забавно Если Финляндию Вообще В какой-то степени Трогает Каким образом Я выехал С Кипра Ну и на эту тему Еще раз Не могу Не упомянуть Всякие Опять же Все вот эти Непризнанные Республики Частично признанные Там захваченные Перезахваченные Части территорий Не могу Не подчеркнуть Гемор Для туристов Совершенно Невинных Вообще От этой фигни Скажем Вы не можете Поехать в Грузию Из Сочи Вдоль моря Вдоль Черного моря Вдоль красивых Пляжей Через Абхазию Из-за этой истории Вы упретесь Для туристов Там нет границы В районе Сухуми Вы просто Упретесь На границу Абхазии И Грузии И там Как бы Встанете И вам Придется Развернуться И идти Еще дольше По всем Серпантинам Все равно Аж до Владикавказа И оттуда Не через Военно-грузинскую Через военно-грузинскую Дорогу Вы можете зайти В Грузию И такая же история С Южной Осетии Где есть Такой Цхинвал И через Цхинвал Вы тоже не зайдете Потому что Южная Осетия Тоже не частично Признанная Республика Похожая история С Косово Сербия Потому что Если вы зайдете В Сербию Со стороны Косово Сербии потом Могут расстроиться Дальше История не кончается Приднестровье Молдова Как бы Но я же не знаю Как там Обижается ли Молдова Если вы зайдете Со стороны Приднестровья На Кипре Можно заходить С северного Непризнанного Турецкого Кипра В сторону Греческого Только Если у вас Шенген А если у вас Провиза То тоже нельзя То есть это Европа Просто Евросоюз пробил Такую тему Чтобы туристы Могли с севера Заезжать Спасибо большое Ну и последнее Допустим Если вы приедете Из этого В Китай Через Гонконг И возможно Через Тайвань Которую они тоже Считают своей территорией То Насколько мне известно Через Гонконг Не надо В Китай заезжать Они тоже могут Разозлиться И вас Не пустить Что вы так неправильно Приехали Но стоит Также добавить Если вам интересно Вообще тема Кипра и Греции Конечно можете Почитать отдельно Там Ну много инфы Но Кипр настолько Близок к Греции Если вы не в курсе Что Когда Кипр стал Независим От Британии Как бы Кипр Собирался Стать частью Греции Просто То есть Остров собирался Стать частью Страны Греции Ну вот Как раз таки Событие И вмешательство Турков Как раз таки Этому и помешало Поэтому Сейчас Кипр По-прежнему Административно Отдельная Страна Что-то мне Стало любопытно Есть ли возможность Сейчас Въезжать на Украину Со стороны Крыма Тоже Типа Непризнанного Обижается ли А Конечно обижается Они же постоянно Спрашивают Были ли вы на Кипре А если вы приехали С Кипра Значит точно были Но Тоже Получается Еще Одна Как бы Но это не Непризнанная Республика Или что Как Непризнанная В общем Что-то там Непризнанное Тоже